Сомов и Маркин задерживают банду угонщиков в автомобиле. Вскоре Сомов видит интервью с Маркиным, где тот рассказывает о задержании, но о нем не упоминает ни слова. Главарь банды Брод остался на свободе и должен денег криминальному авторитету Уфе. Так как денег у Брода нет, он решает отобрать их у Ежова, ставшего хозяином трех кабанов. Ежов звонит Семенову. Любимов и Тучков убеждают Шаровара дать показания на Арсеньева. Тот соглашается, но при условии, что ему обеспечат охрану. В 29 серии полицейские Громилин и Крабов встречаются с бизнесменом Потеевым и требуют денег, угрожая подбросить оружие или наркотик. Момент передачи денег снимает на камеру блогер Щукин. Полицейский его замечает и убивает. Семенова отстраняют от службы на время проверки по факту смерти Ефимова. Семенов и Завьялова приходят на допрос к Попову. Следователь настроен негативно, он недоволен, что не смог посадить Сашу. Михайлов возвращается на службу после ранения. А Кунько, собравшись на пенсию, предлагает Михайлову занять его место. Бывший водитель Фомина Кирилл требует с Михайловой денег за молчание. У него есть запись его переговоров с помой. В 30-й серии Семенов и Максимов находят в квартире Семенчука ноутбук. Максимов вводит пароль, архитектор, но он оказывается неверным и ноутбук взрывается. В центральном районе киллер убивает бизнесмена Быкова. Дело расследует Сомов и Кундряков. Они выясняют, что Быков раньше работал с Фоминым. Арсеньев узнает от своего человека в Москве, что его не собираются переводить в столицу, поскольку генерал так и не поймал архитектора. Катя, девушка Ефимова, дает интервью с журналистом, в котором просит наказать Семенова и Михайлова.